Голландия Соперник усилился, а команда россиян совершенно не была к этому готова. Все время за 10 штук забивали, 10, 8, 7 забивали. Никогда никаких проблем не было, это первый год. Тренеры ищут разные варианты, компонуют непривычные составы. Быть может и этот фактор внес сумятицу в ряды национальной сборной. Но в третьем периоде российским спортсменам приходилось уже отыгрываться. 1-2, 2-2, 2-3. И россияне уходят на перерыв, проигрывая. Что-то пошло не так. Начали менять корректировки в составе, начали менять игроков. Мы как бы уже прикатались с одним составом, понимали друг друга. Тренер вносил корректировки, были какие-то непонятки в игре. Из-за этого три периода как бы не шло. В четвертом периоде вернулись к классическому составу. Сначала получилось сравнять счет, потом опять пропустили. Но опыт наших профессионалов позволил за 6 минут до окончания встречи переломить ход игры. В итоге хэт-трик Ивана Крештопе плюс заключительный гол от капитана 6-4 и запись о победе российской сборной. Я думаю уже они определятся все-таки, кто защитник, кто нападающий. Еще пускай помыслят и все будет, я думаю, нормально. В четвертом периоде наконец-то выпустим нашу основную четверку, в которой мы должны играть всегда. Которая у нас наигранная уже не один год. И мы успокоились. Первый гол я забил с контратаки, сравнял счет. Потом еще два забил, прикрыли правильно, грамотно заехали, не спеша и все получилось нормально. Сложная игра, устал? Устал очень, потому что здесь влажно и тяжело дышать. Хочется пить. Несмотря на жару за 30 градусов, в этот же день одержала победу и сборная юниоров, обыграв хозяев турнира немцев. Елена Бабина, Сергей Ларин, Видное ТВ. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует...